Буквально на днях видела видео, где якобы вагнеровцы расстреливают портреты важных людей, генералов в России. И это все на видео, они все говорят, вот как можно красиво стрелять, это все показывают. Ну и в общем, как думаете, это противостояние, даже вот если брать ЧГК Вагнер и Минобороны России, оно еще действует? Что это означает? Или это уже в общем стихло, все поняли, что это может даже и на руку Путину, чтобы строить разные группировки, ну и пока оно все работает? Не, ну подождите, как это на руку Путину? Армия должна война с украинцами, они там одни подразделения с другими, понимаете? Поэтому внутренние раздраи точно не работают на руку Путину, понимаете? На руку Путина такие вещи работают в каких-то критических ситуациях. Ну допустим, если вот он переворот начинается, но там отсутствие внутреннего единства, значит, действительно на руку Путина может помешать, значит, силовикам произвести переворот. Ну пока переворот не видно, пока воевать нужно, а на войне нужно единство, значит, что называется фронта и тыла, флангов, ну, скоординированные действия нужны. Вот, я думаю, что все это по-прежнему актуально, не дали как, сколько, ну месяц, если не месяц, а полтора назад Пригожин сам публично их, того же самого Герасимова, как говорится, и в Хосте в Гриву, да, там его вагнеровцы матом буквально обкладывали, представителям сексуальных меньшинств называли Герасимова. И Пригожин говорил, да, ребята имеют право, так сказать, а не в сердцах, но вот заслужил. Вот, поэтому ничего нового, там, где можно публично обматерить, ну там, наверное, можно и в портрет пострелять. Так что, конечно, там нет никакой любви. Вообще там внутренних конструкций очень много, то, что рассказывают, вот в подразделениях прямо там внутри, значит, ну, когда нет нет мотивации, нет ощущения справедливости того, что ты делаешь, чувство единства неоткуда взяться. То есть чувство единства, оно же не механическое, оно иногда бывает механическое, но для этого какие-то оптимальные обстоятельства нужны, которых там точно нет. Значит, а в целом оно просекает из все-таки от того, что люди ну, как какую-то идеологию разделяют. А тут идеологии нет. Ну, то есть люди приехали, как рассказывают вот те, кто там находится, приехали туда с гармошками, значит, отстаивают там интересы русских Донбасса, приезжают, и первое, с чем сталкиваются, это, значит, с тем, что местные, ну, сами армейские эти интенданты кормят из рук вон плохо, там, две банки тушенки на трех человек на двое суток, а, значит, а прикупить у местных, у Донбасских, значит, можно, но в три дорогие. А они знают, что у ребят деньги есть, которые из России приехали, им там платят за это. Вот. И армия, если нас живет и смотрит, ничего себе. Ну, то есть мы приехали их защищать, а они тут на нас наживаются. Вот. И там моментально пропадает, в общем-то, это ощущение, значит, того, что есть какая-то великая цель. Там на фронте этого нет, насколько я понимаю. Да. И начинаются внутренние конфликты, разборки, даже внутри. То есть не надо быть, чтобы рядом были уголовники, социально чуждые, что называется, с которыми можно конфликтовать. Они даже между собой. Словно говоря, городские против деревенских. Не так посмотрел, значит, не то сказал. Как-то так. А вот Роль Кадырова. Есть информация, что он, ну, он прям сам написал, что он хочет создать свою ЧВК, но после завершения работы на госслужбе. Мол, сказал, что Вагнер показал свою эффективность в военном плане и без всякого сомнения такого рода формирования нужны и необходимы. И, мол, он всерьез об этом хочет задуматься после того, как уйдет из госслужбы. Но еще была информация сразу же после этого аналитиков Института изучения войны, где сказали, что Кадыров, судя по всему, отверг приложение Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны России. Мол, понимает, что роль Пригожина ослабевает и ему же ничего не поможет. Кадыров, на чьей стороне, куда он и в общем его роль, потому что чаще видим такие абсурдные заявления с его стороны. Ну, никаких оснований делать такой вывод, который сделали в Институте изучения войны, у меня нет. Исходя из того, что сказал Кадыров, я такого вывода сделать не могу. Может, они знают, чего-то, чего я не знаю. Значит, Кадыров, конечно, резко ослабел, я тоже неоднократно говорил. Война, глава по нему, по его репутации, сокрушительной силой удар. Значит, на протяжении долгих лет Кадыров убеждал россиян, и успешно это сделал, в конце концов, убедил в том, что он и его вояки это самое страшное, в общем, что можно встретить в жизни. Да, это чемпионы мира. А тут выяснилось, что никакие они не чемпионы мира, не надо даже далеко ходить, вот в соседнюю страну заехали и получили по зубам. Вот. И, конечно, реноме Кадырова и Кадыровцы в этом смысле сильно пострадало. То есть, россияне, которые раньше боялись Кадырова, им теперь, получается, надо бояться украинцев, а не Кадыровцев. И, а надо понимать, что власть Кадырова, она держалась исключительно на страхе, на культе силы. Значит, и Кадыров, конечно, очень сильно проиграл, и котировки резко упали. И, какое-то время он еще попытался продолжать ехать на той старой лошади, которая уже, на самом деле, сдохла, стягал ее, стягал, там вот эти тик-ток войны вел. Ну, в конце концов, почувствовал, то ли сам почувствовал, интуиция у него есть, она сильная, то ли подсказали, вот что советники там его консультируют, вроде как там, ребята. И, в общем, в любом случае, он понял, что это совсем уж смешно выглядит. ну, то есть, это такая уже клоунада, прям, на клоунаду похоже становится. И он прекратил это, ну, по крайней мере, минимизировал эту историю, и стал имитаться. Ну, какое-то время он вообще залег на дно, отсутствовал, но отсутствие в информационном поле в такой ситуации, после такого, когда ты на протяжении многих лет, там, доминировал, играл мускулатурой, оно тоже против тебя работает? А, стекся. Вот, поэтому он помолчал, потом стал имитаться, там, пытаться то в одну сторону, то в другую, вот, помните его в высшей степени странное заявление, странное, если не сказать больше, о том, что, когда он запад обвинил, что, вот, вы не поддержали когда-то, там, независимо от стечки, нам ничего не осталось, кроме как, так сказать, лечь под Россию. То есть, вдруг выяснилось, что, вообще-то, независимо от стечки, это было хорошо, просто не получилось, потому что не поддержали. И лечь под Россию, это было вынужденное решение, а, в общем-то, вовсе не оптимальное, как он до этого говорит. И, значит, вот, ну, вот такие вещи, метания, да, они, конечно, выдают то, что он не может нащупать новые направления движения. Там, вроде, он попытался, знаете, свой имидж трансформировать в, из, такого, воина, который он раньше культивировал, в, мудрого, старца. Там, они в законодательство внесли, значит, пункт, изменения в законодательство внесли, в соответствии с которым его титул, там, какой-то титул ему присвоили, значит, и он переводится с чеченского как что-то типа отец, отец нации, там, да, то есть, это выглядит, как попытка такого ребрендинга, если можно так выразиться, трансформация образа. Не знаю, удастся ему это или нет, тут надо быть очень последовательным. Ну, к тому же, если хочешь отца нации изображать, но здесь нужна мудрость, то качество, которого, наличие которого Кадыров до сих пор не демонстрировал. Интуиция, да, мудрости нет пока. Ну, пока только показывал пистолет, который мог был убить Зеленского и там размахивал им возле Скобеева, ну, вот в общем, наверное... Ну, а потом, а потом, а потом стал говорить о том, что он готов вести переговоры с Зеленским, понимаете? Да. То есть, тоже, вот видите, какая перемена в настроении, так сказать, то убить, хочет, то переговоры вести. А переговоры вести, это уже, кстати, удел как раз такого вот мудреца, да, там можно продемонстрировать таланты дипломатические, так сказать, да, и вот, то есть, это может быть часть, вот это предложение, часть вот этого ребрендинга, который они, возможно, пытаются сделать. Я не утверждаю, что они его делают, действительно, да, может, это просто вот какие-то спонтанные метали, неосмысленные, а может быть, что-то есть за этим какая-то стратегия. Но, в любом случае, не факт, что получится. Ребрендинг вообще очень трудная вещь, значит, особенно в ситуации, где вовлечены, вовлечено столько эмоций. Подхадыров на протяжении долгих лет внушал самую сильную эмоцию из тех, что существует в мире, страх. и в этом смысле он сделать, чтобы люди вдруг перестали бояться и, значит, поверили в то, что он на самом деле не страшный, а мудрый, но это задача такая, требующая напряженной работы, чтобы ее реализовать. Не факт, что получится. Вот. В общем, он перестал быть игроком по-настоящему серьезным, федерального уровня. Вот это заявление у ЧВК, которое вы сказали, это, скорее всего, попытка продемонстрировать Москве, ну, вообще, вот, там, всем, кому положено. Значит, от Путина, там, до администрации президента, может быть, до ФСБ, что, дескать, не думайте лишить меня должности. Вот. По сути, что такое ЧВК? Особенно в исполнении Кадырова. Ну, незаконное бандформирование. Вот. Может быть, законное, а может, незаконное. Там, в России, с гранями, с законным и незаконным, она очень зыбкая. И, по сути, он говорит, ну, типа, если вы меня уволите, я вот чем займусь, я воевать буду. Да? Ну, из-за угрозы, по сути, бунта. Да? И, возможно, он чувствует, что креста поднимет шатай. Вернее, ну, точно чувствует, не может не чувствовать. Оно объективно считается. И вот он намекает, что не надо вам на меня покушаться. Значит, вы не знаете, что с Пригожиным делать, а тут еще я у вас появлюсь. Думаю, как-то так. Редактор субтитров А.Семкин